В Якутске прошла открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Соревнования провели сразу на двух площадках. На озере Сайсары соревновались студенты, а главная гонка прошла на Зелёном Лугу. На мероприятии побывала Саргалана Фёдорова. В главном лыжном спортивном празднике на старт вышли около трёх тысяч лыжников. Среди них есть и опытные, и начинающие, пожилые и совсем юные. Многие лыжники участвуют впервые. Ученик седьмого класса Гнедыш Лев начал кататься на лыжах недавно, но уже решил испытать свои силы в соревнованиях. Катался только со своим классом, ну вот и всё. Видишь, что тут мышцы развиваются ручные и выносливость. Первыми на дистанцию один километр вышли девочки и мальчики 2003 года рождения и младше. Участники передвигались в классическом и свободном стиле. Спортсмены стараются двигаться очень секлично, с определённой периодичностью, чтобы достичь максимальной продуктивности физической силы и показать лучшие результаты. Лыжные гонки захватывают своей непредсказуемостью. Если бы спортсмены заранее знали, где лучше обгонять соперника, то гонки потеряли бы частичку своего очарования. Ведь нельзя предусмотреть всевозможные обстоятельства быстро меняющихся ситуаций. Но всё же участники поделились своими тактическими приёмами. На свободном ходе, конечно, схожесть больше, чем классический. Темп отсюда сразу. Руками, ногами отталкивание, руками, ногами. И постепенно уже в темп ходишь. Я лыжным спортом занимаюсь с третьего класса. Я воспитанник старой школы. Классическое, не свободным ходом. Отрадно, что с каждым годом всё больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки. Есть и те, кто впервые встал на лыжи. Я сегодня впервые на лыжах. Хорошо, так спокойно и весело. Далее на дистанции 3,5 километров соревновались юноши и девушки. Женщины и мужчины. Также ветераны. Победители каждого забега получили заслуженные награды. Лыжники ещё раз встретятся на этой трассе 1 апреля на чемпионате Якутска по лыжным гонкам. Саргалана Фёдорова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова